За более чем 40 лет существования Apple выпустила огромное количество различных устройств, аксессуаров и сервисов. Некоторые продукты были успешными, некоторые провальными. Одни слишком опережали время, а других постарались забыть не только пользователи, но и внутри самой компании. В этом видео я подготовил для вас подборку 10 продуктов Apple, о которых сегодня многие позабыли или не слышали вовсе. Всем нам знаком плеер iPod, один из самых успешных и популярных продуктов Apple. Но как вам iPod с логотипом Hewlett Packard на задней панели? Это не единичное устройство и не фейк, а часть стратегии двух компаний для увеличения розничных продаж портативных медиапроигрывателей. По условиям сотрудничества Apple производила специальную версию iPod для Hewlett Packard и реализовывала их через сети распространения последней, а Hewlett Packard устанавливала на свои компьютеры фирменное приложение iTunes. Изначально HP планировала запустить собственный музыкальный плеер под названием HP Pavilion Personal Media Player. Но это устройство провалилось в фокус-группах, что привело к закрытию проекта. И желая предложить своим клиентам музыкальное устройство, в компании обратились к Apple. Итог этого партнерства оказался печальным. В июле 2005 года HP объявила о прекращении сделки, так как продано было всего около 5% устройств от общего объема продаж iPod, Одной из причин разрыва сотрудничества называют тот факт, что официально плееры принадлежали HP, а не Apple. И сервисные центры в Apple Store отказывались обслуживать по гарантии iPod от Hewlett Packard. И эти плееры должны были быть отправлены в авторизованный сервисный центр HP, несмотря на одинаковые внутренние компоненты. Однажды, посетив офис Sony, Джобс был впечатлен корпоративным стилем сотрудников японского бренда, включавшим в себя элементы фирменной одежды, специально разработанной для Sony. В итоге, в 1986 году для сотрудников Apple была представлена целая линейка одежды и продуктов под названием Apple Collection. Воплощением идеи Джобса занялся японский дизайнер одежды Issei Miyake, известный нам по дизайну знаменитой черной водолазки, которую Джобс носил в паре с голубыми джинсами Levi's и кроссовками New Balance. В каталоге Apple Collection 1986 чего только не было. Куртки, футболки и пейсболки, джемперы, одежда для взрослых и детей, огромное количество аксессуаров в виде сумок и часов, брелков и значков, блокнотов, и даже чехол для мышки в виде мыши за 5,95 долларов. Что говорить, была даже мебель, специально разработанная для компьютеров Mac. И если это вас не удивило, то как насчет парусной лодки для виндсерфинга с гигантским логотипом Apple? Несмотря на критику, по моему мнению, такие продукты и аксессуары выглядят шикарно для фанатов бренда. Продолжая тему любви Джобса к трикотажу, хочется вспомнить о фирменных чехлах Apple для iPod в виде носков. Носки для iPod были представлены Джобсом в 2004 году на специальном музыкальном мероприятии, и SEO Apple в шутку назвал их революционным новым продуктом для вашего iPod. Публика с позитивом встретила такой вид чехла, а Стив объяснил, что носки не только защищают плеер от повреждений и придают индивидуальность, но и согреют ваш iPod в прохладную погоду. В упаковке было 6 разноцветных чехлов по цене в 29 долларов. Производство было прекращено только в 2012 году. У меня было несколько таких носков для плеера, и вот так один из них выглядит спустя очень много лет. Острые грани iPod Video и Classic со временем протирали ткань, но аксессуар был достаточно удобным. После возвращения в Apple в 1997 году Стив Джобс остановил производство линейки Macintosh, и началась разработка нового продукта с философией «все в одном». Уже через год, в 1998 году, было представлено первое поколение моноблоков iMac. В то время, когда типичные компьютеры выпускались в уродливо-бежевом или сером корпусе, разноцветная линейка iMac оказалась революционной. Идея заключалась в том, что любой может выбрать Mac, который наилучшим образом представляет его индивидуальность. Но такие дизайнерские решения оказались недостаточны для Стива Джобса и Джонни Айва, и были выпущены две версии в психоделической хиппи-расцветке Flower Power и Blue Dimension. В некотором смысле, такой дизайн был отсылкой на прошлое Стива Джобса, который был сильно вдохновлен субкультурой 60-х годов. Благодаря доступной цене и достойным спецификациям, эта модель привлекла внимание аудитории. Не всем пришлись по вкусу цветочные iMac, но некоторые пользователи были от них в восторге. iMac первого поколения стал массовым коммерческим хитом в то время, когда Apple действительно нуждалась в этом. Но, как мы знаем, не все инновационные решения Джобса привели к успеху. В 2010 году была представлена новая социальная сеть Pink от Apple. Большинство даже самых преданных фанатов-производителей не вспомнят о существовании такого сервиса. Сеть позволяла пользователям следить за музыкантами, узнавать о новых концертах, альбомах, искать друзей по музыкальным интересам. Относительно этого продукта Apple было много критики, такие как проблемы с безопасностью, спам в комментариях и фейковые страницы некоторых артистов. Основной причиной провала принято считать отсутствие интеграции с Facebook, что лишило пользователей возможности поиска друзей, имеющих учетные записи в музыкальной социальной сети Apple. Служба была закрыта 30 сентября 2012 года и ее заменила интеграция iTunes с Facebook и Twitter. Pink не удалось получить большого одобрения пользователей. Экспериментировать с формой и начинкой клавиатуры в Apple начали задолго до популярной и крайне удачной конструкции «Бабочка», которую сняли с производства в 2020 году. В 1993 компания выпустила настраиваемую клавиатуру Apple Adjustable Keyboard. Ее можно было раздвигать на две части, чтобы было удобнее печатать. За такую опцию производитель просил 219 долларов, что по сегодняшним меркам составляет примерно 400. Все как любят в Apple и в 2021 году. Эксперимент с эргономикой оказался не особо популярным из-за большого количества места, которое занимало устройство на столе и достаточно тугого механизма. Если я вас спрошу о том, какая игровая приставка была популярна в 90-х, то большинство вспомнит Sony PlayStation 1-го поколения или Nintendo. Но мало кто вспомнит, что такое устройство выпускала и Apple, а точнее это был совместный проект с японской компанией Bandai. Консоль базировалась на процессоре PowerPC и управлялась урезанной версией macOS. Приставка позиционировалась не просто как очередная игровая консоль, а как полноценный компьютер, который может выполнять много разных задач. Например, проигрывание мультимедиа на компакт-дисках и серфинг в сети. Первая ее проблема заключалась в том, что система Apple уже в то время была известна как операционка без игр, поэтому на Pippin поиграть было просто не во что. В итоге в Японии для нее вышло менее 80 игр и приложений, а в США и вовсе около 18. А вторая проблема заключалась в цене. 600 долларов за Pippin против 300 долларов за PlayStation. Выбор был очевиден. За время существования удалось продать всего 42 тысячи Pippin из планируемых 500 тысяч. Первый iPhone был однозначно революционным продуктом, который в лучших традициях устройств от Apple задал тренд и изменил индустрию после своего анонса. Но для успешного выхода этой модели на рынок Apple требовалась поддержка мобильных операторов в США. В то время без их согласия и поддержки продажи любого устройства были просто обречены. И Стив Джобс это прекрасно понимал. Счастливым билетом к успеху первого смартфона из Купертино стала компания Motorola, совместно с которой в 2005 году Apple выпустила модель Motorola Rocker E1. Отличительной особенностью телефона была поддержка музыкального магазина iTunes, белый цвет корпуса и отдельная клавиша для вызова плеера. В остальном это была полная копия уже вышедшего на рынок Motorola E398. Устройство стало одним из самых провальных продуктов, к которому приложила руку Apple. И в 2009 году сайт Gizmodo поставил его на 19 место в списке из 50 худших устройств прошедшего десятилетия. Устройство провалилось, отношения между Motorola и Apple остались напряженными. Но в Apple получили нужные связи, наработки и аналитику рынка для успешного старта продаж будущего iPhone. Не отходя далеко от темы iPhone первого поколения, вспоминаем и первую и единственную Bluetooth гарнитуру от Apple. Устройство было выполнено из алюминия и пластика и поставлялось в коробке, очень похожей на коробку от iPhone. Но красивый внешний вид не пошел на пользу удобству использования. Из-за размера, веса и отсутствия дужки для крепления на ухо гарнитуру требовалось постоянно поправлять, а кнопка ответа вызова находилась сверху, что тоже не добавляло комфорта. С ценой в 99 долларов гарнитура не пользовалась популярностью, так как в комплекте с iPhone шли стереонаушники для прослушивания музыки, и владельцы смартфона от Apple предпочитали использовать проводную гарнитуру и для музыки, и для разговоров, и не покупать отдельные устройства. Apple Watch – один из супер-успешных продуктов компании Apple. С момента выхода самой первой версии в компании изменили стратегию продвижения этого устройства – модное на полезное. Сегодня часы измеряют пурис, уровень кислорода в крови, следят за различной активностью владельца и чем могут пытаются помочь вам следить за вашим здоровьем. Но в самом начале у компании были планы сделать не только что-то новое и функциональное, но и подвинуть на рынки швейцарских производителей люксовых часов. Линейка Apple Watch Edition состояла из 8 моделей, выпускалась в ограниченном количестве, и купить их можно было далеко не во всех магазинах Apple. Минимальная стоимость составляла 10 тысяч долларов за модели с желтого или розового золота. А за самые дорогие варианты Apple просила 15-17 тысяч долларов. У этих часов была даже золотая пряжка-ремешка. Но продажи и интересы обеспеченной аудитории не оправдали ожиданий Apple, и в следующих поколениях часов элитную линейку свернули, заменив ее сталью, керамикой и титаном. Напишите в комментариях, какое устройство, аксессуар или сервис от Apple, на ваш взгляд, является наиболее успешным, а какое самым провальным. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, было интересно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео, и, конечно же, увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!